Литературные строенцы, члены бендерского ЛИТО, побывали на литературном форуме «Золотой лист». Мероприятие традиционно уже третий год проходит на базе Строенецкой средней общеобразовательной школы детского сада. На форуме присутствовали писатели, поэты из Приднестровья, Молдовы, России и Украины. Звучат стихи на русском и молдавском языках. Так дети сельской школы встречают участников международного форума «Золотой лист». Ребята читают наизусть произведения классиков и современных приднестровских авторов. Литературу и русский язык здесь изучают углубленно. Давайте будем учить наше поколение читать. Давайте будем учить наше поколение думать. И если мы справимся с этой задачей, то у нас будет сильное поколение, у нас будет сильная страна и у нас будет прекрасное будущее. Проведение форума уже стало доброй традицией. Около 60 писателей и поэтов из разных стран принимают школу в этом году. Именно в таком живописном месте, как Строенца, особенно приятно очередной раз прикоснуться к миру литературы и ощутить дух приднестровского народа. А «Золотая осень» только усиливает впечатление от встречи с прекрасным. Пол актового зала засыпан ароматной листвой. На стендах сборники всех литературных объединений Приднестровья. Все представители творческих ячеек прибыли не с пустыми руками. В дар школьной библиотеки преподнесли свежие издания и книги, в том числе и от нашего бендерского горизонта. Это новый альманах, сборник «Сердце бесе» и другие книги. Вот двухтомник такой замечательный вышел в этом году к 19 июня. Вообще это год у нас в Бендере прошел по знакам 30-летия бендерской трагедии. Пусть ребята читают. Спасибо. Пожалуйста. В программе форума помимо пленерного заседания с литературным чтением и музыкой под гитару была экскурсия. Писатели-поэты посетили графскую беседку, водяную мельницу и другие достопримечательности села Строенцы. Уже во второй половине дня были подведены итоги форума, вручены сертификаты. Сотрудники школы организовали для всех гостей праздничный обед с национальными молдавскими блюдами. Поездка подарила всем творческим людям небывалый заряд свежих сил и незабываемых ярких впечатлений. Елена Расланова, Валерия Усвайская, Бендерское телевидение.